Павел Николаевич, ходят слухи, что с Паски уходят. Вам известно что-то об этом. Как вообще вы бы оценили тогда его работу? Это одноразовые главы, я об этом уже говорил. Почему одноразовые? Потому что если бы их избрал народ, и они дорожили бы своим местом, и зависели от народа, они бы себя так не вели. Поскольку они сами говорят, что они все зависят от губернатора, и их назначают фактически, а Совет депутатов специально так подбирается, чтобы он любого самого некомпетентного человека назначил главой, если только его предложат губернатор. Затем мы получили то, что мы получили. И вот когда человек говорит о том, что он год проработал, собирается работать долго, ты ему верить не можешь, потому что он же не перед людьми отчитывается, а перед губернатором. Губернатор построил такую большую Москву из Московской области, где он самый главный, и главы фактически ничего не решают. Они не могут принять решение ни по строительству, ни по количеству объектов, не могут противостоять как будто бы генплану, и от них ничего не зависит, кроме отчетности. Ну а как они нарисуют отчетность, это отдельный разговор. Если подводить итоги деятельности Спаскова у нас, я имею в виду в поселке, то посмотрите, что он сделал за год. Брал Добренкова, поставил Извекова, абсолютно некомпетентного человека, который ничего не может. Брал нормального директора школы, поставил эту девушку. Сейчас коллектив уже разбегается, потому что с ней работать невозможно. Ну и вместо директора дворца культуры поставил вот это вот недоразумение, которое там занялось военными действиями. Бегает с винтовкой где-то. В результате мы имеем то, что мы имеем. Вот результат деятельности Спаскова. Если взять бюджет, о котором я недавно говорил, ну слушайте, ну можно конечно проектировать за миллионы, за сотни, за десятки миллионов рублей какие-то объекты, которые вообще не нужны. Ну это его компетенция. Потому что мне, например, сказали, что какой-то пешеходный переход запроектировать за 18 миллионов, ну я бы сразу этого человека выгнал из кабинета. А он взял и в бюджет внес. И таких случаев в бюджете там каждый первый. То, что он боялся приехать, мы же его пригласили на праздник, на торжественное мероприятие в связи с Новым годом, коллектив его пригласил, он испугался, не приехал. Значит он боится, мы ему, кстати, очень интересно, об этом мало кто знает, фракция КПРФ попросила, чтобы он ответил на вопросы. То есть мы пришли к нему и поговорили. Он сначала сказал, что вы напишите мне вопросы, я подготовлюсь, потом отвечу. Потом, когда второй раз позвонили, он сказал, я вам пришлю письменные ответы, а встречаться будем, может быть, когда-нибудь. Это вот как раз открытая власть и так называемый, как же он там, какой-то получил какую-то награду, искренне что ли, власть. В общем, они сами себе дают награды. И теперь этот человек, который рассказывал, что он будет улучшать жизнь в Ленинском районе, теперь будет рассказывать Красногорске, что он улучшает жизнь в Красногорске. И вместо него приходит такой же, если не, ну такой же, наверное, человек, который тоже не знает район, не знает ничего, но вот эти ребята, куда пошлю, туда и пойдем. Я вообще... А известен уже кто? Да, там глава Можайского района или городского округа, я не помню фамилию, имя отчества, ну в общем, человек, который, судя по всему, вообще... Ну, я читал его интервью, он по знакомству везде, он говорит, ну вот я был директором, он был журналистом в спортивном здании, потом его по знакомству приютили во дворце спорта в Можайске. Потом по знакомству из дворца спорта в Можайске он ушел замглавы по земле. Потом этот глава, его друг уходил и его вместо себя предложил и назначили. Он проработал два года, если почитать ВКонтакте, мои там стали искать в Можайске, ну там же есть группы тоже, и стали читать о нем отзывы, ну, я бы сказал, там больше, гораздо больше отрицательных, чем положительных отзывов. И теперь он в Ленинский район, в городской округ попадает, в Ленинский городской округ всегда славился своими кадрами. Отсюда людей брали и всюду расставляли. У нас настолько теперь, ну, как это, низкая кадровая политика, она даже не низкая, она какая-то ущербная, что в результате, видно, среди наших единороссов вообще руку никому подать. Поэтому решили сюда притащить какого-то 38-летнего гражданина, который нигде больше двух лет не работал, судя по всему, и, кстати, никто не может объяснить мне, пытаемся найти, а где он вообще учился. Вот это тайна за семипечатями, какое он закончил учебное заведение и закончил вообще его. Поэтому это такие смешные ребята, но главное же другое, главное, что их специально ставят, чтобы они, поскольку они ничего не понимают, все подписывали, а потом быстро пропадали. За последние 4 года 4 главы, даже меньше, Хромов, Венцель, Спаски и теперь вот этот. И что можно ждать, какой в районе, он даже Спаски еще не выучил название населенных пунктов, поэтому и прятался ото всех. Может быть, научился уходить от ответов, но на самом деле, я думаю, что никто плакать не будет, когда он будет уходить, кроме, может быть, каких-то единороссов, кому что-то пообещал и не сделал.